Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня у нас чудесная погодка, я не знаю, тепло, градусов, наверное, 10, а может и больше, на солнышке, наверное, больше, в тени, наверное, градусов 10. Знаете, прекрасно. Вышли все на улицу, выпустила курочек, думаю, пусть побегают, поковыряют где-нибудь, съедят остатки нашей травки. Ну, в принципе, у нас ещё достаточно хорошее количество травки, поэтому есть что поклевать. Поэтому выпустила их, вот так, можно сказать, на волю. Пусть погуляют. Кстати, у нас петухи маранов закукарекали. После Нового года буду продавать. Сейчас, я думаю, перед Новым годом они особо никому не нужны. А после Нового года буду продавать. Поэтому, если вдруг кому-то нужны петухи и мараны Волгоградской линии, можете мне написать в комментариях, я вам обязательно отвечу. Мы с вами созвонимся и заберёте. Главарь нашей банды. Ну да, я тебя поснимаю. Куда ты пошёл? Красотки. Так, пойдёмте посмотрим, есть там у нас яички. Мои дорогие, вы когда-нибудь такое видели? Курица несёт яйцо, а там внутри сидит кошка. Вот видите, яйцо даже ещё мокрое. И там лапка. Курица, моя девочка. Ты прям с кошкой снесла яйцо. Как вам показать, не знаю, видно, что там кошка. Курица. 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 Во. Курица. Курица. Она просто думает, что она курица. Вот и всё. Это наша Лакий. Нет, лайк. Лайк. Да, она девочка. Я тут почистила курятник, насыпала свежих опилок. Как хорошо. Да, сыночек? Классно? Да. Я так думаю, что куры пусть несут яйца, а кошечка будет их высиживать. Идеально. Так, тут ещё одна курица на очереди. Ну, не знаю, это захочет с кошкой яйцо нести. Это вот бесстрашное. Снесла ей всё равно. Кошка там, не кошка. Скажи, я хочу снести яйцо. Любимое гнездо. И всё тут. Так, гнездо пустое. Я имею в виду от курочек и кошек. И там два голубых яйца. Вот такие прекрасные. Очень вкусные, очень полезные. Два голубых яйца. Кстати, эти яйца гипоаллергенные. Мы даже уже проверили. У нас есть малышка, которая, когда кушает домашнее яйцо, её высыпает обычно. А если кушает вот такие яйца ликбаров голубые, всё отлично. Никаких высыпаний нету. Так что, молодой, что вкусные, полезные. Ещё и гипоаллергенные. Как дела у младшего поколения? Ну, ой-ой-ой, кусочки, кусочки. Такие уже прически у курочек выросли. Ему уже полтора месяца. Так быстро время летит. Да, мои красавчики. Да. Итак, мои дорогие, я уже зашла домой. Всех накормила, всех выгулила. И у меня сейчас такое настроение, вы знаете, можно сказать, подвести итоги года. Я не знаю, кто вообще так делает, но я люблю, знаете, так анализировать по поводу прошедшего года. И мне это помогает создавать новые свои мечты, создавать какие-то новые свои... Расставлять приоритеты. Я даже так, наверное, это назову. Мне это очень нравится. И каждый год я так делаю. Вот. И сейчас, остановившись и начав немножечко, да, в себе разбираться, что было в этом году, вспоминать, я поняла, что этот год был самым лучшим в моей жизни. Я знаю, что он был у всех нелёгкий. У кого-то даже были большие огорчения. Но для меня лично, да, он был нелёгкий, но он был самым-самым лучшим. У меня в этом году свершилось очень многое и сбылись очень многие мечты, о которых я мечтала, например, ну, достаточно большой промежуток времени. И вот в этом году они практически все реализовались. Есть какие-то мелкие недочёты, но, знаете, их можно простить. И, ну, наверное, они случатся теперь уже в 2021 году. Вот. Что тоже очень-очень приятно. И есть к чему стремиться, да, расти всё-таки, если бы всё сразу сбылось, уже нечего было бы реализовывать, да, вот свои какие-то планы, мысли. У нас ещё много, что невыполненного, да, есть и в семье, и у меня каких-то личных моих, да, реализаций, которые я бы хотела бы сделать. Но сейчас, на данный момент, в принципе, моя жизнь полна. У меня есть всё, о чём бы я мечтала, и всё, что я планировала в этом году, свершилось и даже больше. Тот, кто смотрит мой канал, знает, что у меня были, да, и потери, вот, и наоборот, да, вот, сбывалось даже то, о чём я мечтала, но я даже не думала, что это случится так быстро, так скоро и так молниеносно. Поэтому хочу сказать спасибо прожитому этому году, что, знаете, всё-таки больше было положительного, чем отрицательного, и всё-таки мечты исполнялись. Надеюсь, у вас этот год был такой же плодотворный, как у меня, потому что, правда, много что у меня свершилось за этот год. Мы купили дом, да, правда, это в ипотеку, но, опять же, я и говорю, есть теперь к чему стремиться и расти, и загадывать желания на следующий год. У меня появились животные, у меня появились курочки, всё-таки, знаете, там, заполнение новой мебелью дома, это тоже, ну, для меня лично многого стоит, и для нас это с мужем было нелегко. Мы всё преодолевали вместе, и, знаете, сейчас перед камерой это всё озвучивать для меня нелегко, но это как мой аудиодневник, я хочу через год посмотреть это видео, и, знаете, сравнить как-то, да, посмотреть, что изменилось. В этом году, я уже озвучила, да, мы взяли ипотеку, взяли себе двух нереально классных собачек, хотя изначально мы планировали только одну, вторая так как-то получилась спонтанно, собачка у нас, но я ни капельки не жалею, они две красотки, умнички, красавицы. То же самое было с курами. Знаете, в прошлом, вот, пазу в прошлом году, я ещё не знала о том, что есть куры, которые несут голубые яйца. Я об этом узнала только в этом году, и очень быстро так получилось, что всё-таки они у меня появились. И, да, вот, не так много прошло времени, но я уже кушаю эти голубые яйца, я как-то, знаете, так воодушевлена новыми какими-то своими решениями. Вот, так же спонтанно и негаданно, да, у меня появились и куры-мораны. Вы знаете, что у нас была такая, можно сказать, коллаборация с Андреем, и у меня появились куры-мораны, о которых я тоже не мечтала. И раньше я не знала, что можно просто в хозяйстве держать кур, которые несут шоколадное яйцо. Это всё для меня было ново, и именно в этом году. Про шёлков, это вообще, не знаю, была какая-то сказка, мечта. Я подписалась уже, когда я знала, что мы купим дом, но у нас там были некоторые трудности, я думала, какую породу кур завести. И шёлки, китайские шёлки, были для меня, наверное, чем-то таким, знаете, загадочным. Я думала, это так сложно, вдруг я не справлюсь. И тоже они появились у меня спонтанно, вы знаете, что мне их подарила мама. Вот, и теперь они у меня живут, замечательные, добрые, ручные курочки, которых очень приятно гладить. И ещё и у них чёрное мясо, очень вкусные яйца. И яйца не такие уж и маленькие. Это всё я узнала в этом году. Для меня этот год был полностью открытие. Вот, поэтому я очень рада. На следующий год, конечно, мне бы хотелось больше. Конечно, это вот как раз-таки закрыть ипотеку. Это одна из таких больших, такая большая мечта, да, потому что сумма не маленькая. Я бы очень хотела её закрыть. У нас в планах застеклить балкон, застеклить порог, забор. Забор, в принципе, наверное, на 50% мы уже выполнили в этом году. Остались только, можно сказать, такие работы строительные, но останутся уже на следующий год. Тоже, конечно, всё вроде бы по мелочи, по мелочи, то, что касается дома. Но это всё кругленькая сумма, и всё требует времени, которого, к сожалению, не хватает. Но ничего, я думаю, как раз-таки уже 2021 год нам в этом поможет. Он тоже будет исполнять наши желания, мечты, и, может быть, даже они будут реализовываться намного проще, чем в этом году. Потому что, да, трудности были, но о трудностях, знаете, быстро как-то, мне кажется, забывается. И остаётся только хорошее. Про крайней мере, у меня я стараюсь думать только о положительном, да, то, что случилось. И вам тоже очень желаю думать только о положительном, да. Те трудности, которые были, их можно забыть, всё перечеркнуть, и думать только о будущем и только о том, что получилось, а не о том, что не получилось. Вот, это, знаете, как одни думают, что стакан наполовину полон, а другие думают, что стакан наполовину пуст. Вот, поэтому лучше думать, конечно, что он наполовину полон. Вот, ну, это мои, конечно, такие личные жизненные предпочтения. Вот. Что ещё хотелось бы мне сказать? Можно даже, да, сказать, себе через год не останавливаться, конечно же, не останавливаться, идти к своей цели, идти к мечте. Вот. Конечно, у меня много планов, я не хочу сейчас как-то, не знаю, углубляться, может быть, не знаю даже, как правильно это всё сформулировать, потому что многие будут зрители это смотреть, и для них это, может быть, будет глупо, может даже и тупо, но для меня лично я уже поняла, что это всё уже моя жизнь, мне это всё нравится, я люблю своих зрителей, я люблю своих подписчиков, причём, вы знаете, те, кто смотрят меня постоянно, лояльно относятся ко мне, к моим мыслям, к моей внешности, а те, кто такие, знаете, забегающие и убегающие, и лучше на них не обращать внимания, на злые комментарии, на какую-то агрессию, вот, поэтому я думаю, я такая, какая я есть, и такой я и продолжу быть, и я думаю, что всё будет хорошо. Вот так вот, наверное, на такой хорошей, приятной нотке я закончу это видео, и надеюсь, когда я буду снимать через год такое же видео для вас, у меня уже будет закрытая полностью ипотека, у меня будет мой такой балкончик, в балконной кабинете, где у меня будет всё окружено орхидеями, и я буду снимать для вас видео уже там, в своём таком маленьком мерке, который я хочу сделать, да, у себя на балконе, чтобы всё было в цветах, поставить столик, и это будет такая моя съёмочная студия, я об этом очень сильно мечтаю, и надеюсь, что в следующем году это всё сбудется, и я буду сидеть на каком-нибудь маленьком диванчике, или, может быть, стульчиком, будут свисать надо мной мои цветы, цветущие орхидейки, и не только, вы знаете, что я очень люблю монстеры, вот это, конечно, вот несколько из тех пунктиков, которые мне хотелось бы, чтобы выполнились, реализовались в следующем году. Всё, мои дорогие, всем пока-пока, идите к своей мечте, и не останавливайтесь. Останавливайтесь.